здравствуйте друзья мы вернулись из питера я вам покажу что здесь произошло у нас за 10 дней как на юге джунгли моментом занимают территорию это просто фантастика акация смотрите цветет здесь и и невозможно вывести когда-то вот здесь посадили ее все она теперь растет корни от ее распространяются везде моментально ничего сделать с этим невозможно посмотрите как елочка выросла у меня сосна вот из крыма я ее такой привез небольшой сейчас она уже почти с меня ростом вообще красота скоро будет очень большая уже груши у нас идут абрикосиков в этом году мало смотрите зато груш много просто очень много это радует инжирчик поспевает скоро можно будет его есть в этом году он не торопится расти но ничего страшного может к осени наверстать у него бывает как бы несколько урожая в год посмотрим дальше что происходит но здесь то ладно здесь как бы у меня еще более-менее слива в этом году на смотрите будет ее много похоже алыча вот это деревце небольшое но очень хорошее я его здесь оставляю не буду выбирать очень очень вкусная луча она здесь большая великолепно абрикосиков немножко есть вот там вот наверху они в этом году мелкие обычно не таких крупные там свой кулак в этом году вот у нас был как бы такой ну как обычно знаете либо дождь либо как бы такое похолодание и они не рождаются яблочки белый налив смотрите есть уже поспевшие в этом году тоже немного весна такая была неудачно ну здесь у меня очень много таких сортов разных поэтому я не переживаю если вот одна яблоня даст урожая даст другая яблоня поэтому в этом плане все хорошо вот цветы уже многие отцвели кое-что осталось но немного розочки цветут но здесь им конечно не хватает солнца вот в этом месте все-таки их надо сажать где солнечная такая сторона мой метод по сорнякам действует смотрите 10 дней прошло посмотрите кстати на видео у меня есть на канале как бороться сорняками многие люди просто вот так вот мучаются с этим очень сильно там дергают их химии травят ну как химию травить если вы сами видите у меня здесь сливы яблони растут вот орех растет поэтому не хочется чтобы была химия здесь вот чем проблема вот такие дела смородинка в этом году на смородину немного так она местами есть посмотрите это такая местная смородина кубанская она не как в средней полосе россии не ароматная не вкусная такая но она вкусная по-своему да тоже нельзя так сказать что невкусная интересный вид вот давайте зайдем посмотрим что в теплице происходит тут уже татьяна помидоры есть агутсы есть да конечно все заросло друзья все заросло вот представьте это 10 дней просто 10 дней моя березка здесь затянула ее фацели но фацели это хорошо я ее сажаю специально здесь пчелы летают пусть летают это нормально и она как бы борется с болезнями винограды и так далее вот видите виноградик надо его уже щипать обламывать уже пора ответе вот так вот недавно я на одном канале смотрел здесь у нашей зрительницы как она мясо закатывает виноградные листья можно закатывать вот например в мои можно я не боюсь гриф по крайней мере сейчас не брызгал я вижу уже клещ есть появился надо тоже уже делать обработку от него но это можно серу использовать она не вредная но уже вот она такой и на такие кулинарные изыски не пойдет знаете вот там вот яблонки у меня черешня в этом году желтая черешня еще до сих пор есть ранее вот можно собирать а вот там у меня кстати я не знаю сейчас я пройду сюда или нет пшеницу уже пора собирать друзья у меня пшеница вот она виде пшеница растет вы видите это вот кстати наши зрители привозили мне собственно елочки эти кое-что прижилось да все пшеница всыпается посмотрите будет кашка великолепная из нее я очень люблю такую кашу а вот это друзья гранат посмотрите как он выглядит пшеница какая вкусно соседи отдали он у них не захотел жить я думал вообще погибший я посадил у себя и он выжил друзья вот будут у нас грамматики и чувствует себя очень хорошо я рад несказанно просто этому посмотрим татьяна виктором тут не занимается хозяйством я здесь дома как бы садовник такой вот она на работе постоянно люди где у нас салата уже выросли за 10 дней огромный здесь на юге солнце просто растет сумасшедшими темпами а вот и помидорчики посмотрите вот мы уже едим давно они растут здесь хорошо на салатик дома паста и она есть эти вставлять и какой здесь аромат в теплице стоит будет их очень много красота красота но конечно надо поливать поливать как бы некому ну потому что у нас так знаете на любителя тут едоки такие я вам сейчас еще покажу сколько у нас эти помидоров сейчас мы дальше пойдем вот это кроме видео которую я пилю да мне я еще вот этим занимаюсь всем хозяйством зарастает друзья моментально просто моментально это какая-то катастрофа это вот вот перцы растут а вот там вот целая гора помидор тоже вот видите здесь колонавидные яблони виноградик в этом году не знаю будет ли такой урожай как в том году я конечно его упустил немножко тоже надо было заниматься а вот здесь розу посмотрите вот наши дорогие зрительницы за для вас вот аромат здесь даже я чувствую вот устаю удивительный стоит здесь больше солнца они себя лучше чувствуют но вы сами знаете там специалисты посмотрите вот там вот вы яблони увидели белый налив она как бы не очень в этом году себя чувствует зато вот это яблони просто ломится посмотрите колонавидной яблони просто вот это все в яблоках она висит все усыпано вот те уже яблочки можно есть они уже видите красный поспевший и вот надо вот мне сейчас этим заниматься будет работать дня на 23 видите как сорняки везде полу даже вот кабачки вот лежат уже огромное надо куриц кормить кабачки вообще везде у меня вот везде везде не знаю будет ли вам видно вот это вишня вишню мы уже съели перед отъездом что-то опало и вот смотрите везде помидоры будут вот они я даже не на видно будет вот везде 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 помидоры вот там у трава выросла надо ее рвать здесь надо помидоры подвязывать потому что ну как бы татьяна работает у них на работе нет людей так рябинка живая только это тоже зрительница привезла кабачки тут затягивают все конечно моментом до трава гигантская просто гигантская придется мне попахать конечно хорошо вот видите везде помидоры и везде надо их подвязывать они мощные сильные в этом году вообще колоссальные такие вот обратите внимание все это помидоры можно было бы их и так оставить я какой-то год их оставлял вот представьте какая величина и то мы их в этом году поздно посадили они уже должны быть красным по идее так вот они видите но работы много работы много просто горох уже отошел горох а было море вот там вот тоже тыква кабачки все-все засажено все вы посмотрите вот еще одна яблони просто удивительно я говорю в этом году и и вот в чем проблема никто не ест эти помидоры просто никто не ест о мусечка идет иди-иди домой а здесь посмотрите вот шелковица ее тоже никто не ест у нас приходили зрители собирать ну пойдем я тебя провожу пойдем это просто вот огромное дерево представьте зрители приходили собирали но она уже отходит чтобы вы понимали вот здесь на земле все усыпано шелковицей вот здесь она уже как бы ну ну кто знает вот про этот тутовникова просто все в ягодах просто вся земля в ягодах я вообще хотел здесь курятник делать чтобы курицы бегали и ели я все-таки доберусь до этого и буду делать тут у нас калина растет маленькая она уже вот такая большая стала выросла посмотрите уже такое большое дерево хорошее смородину уже съели красную жимолость очень много было ее в этом году орех растет здесь но у меня видите как джунгли действительно то увидели сказали джунгли просто джунгли вот все как бы тут расположена близко но нормально я считаю нормально конечно было бы земли побольше можно было бы почаще сажать а теперь зайдем в теплицу посмотрим огурцы тут наши друзья ходят посмотрите диночка с мусей помогают мне видео записывать как всегда ладно посмотрим вот примерно так растут огурцы их тоже очень много тоже надо смотреть за ними поливать естественно без меня никто не будет поливать видите вот так они уже перерастают чтобы вы понимали в общем все хорошо пусть растут сейчас я сорву его съем здесь тоже смотрите как все затягиваются миками тоже надо будет вот это все полоть а тем более после дождя я рад что кстати вот это яблоня у меня жила там весенних роликах можно это посмотреть крапиву кстати надо заготавливать посмотрите она уже стала выше меня ростом я ее не удаляю никогда она вся пойдет на для куриц на зиму вот это яблонька тоже хорошая походу будет очень много там и и вот уже не знаю будет ли вам видно здесь груша у нас сколько ее много посмотрите она вся усыпана это тоже радует просто вся вся усыпана я стараюсь деревья не брызгать вообще потому что не хочу вот эта химия что выживает у меня здесь на огороде очень много видов у меня около там 50 или 60 вот этих деревьев разных фруктовых поэтому что выживет в этом году то и выживет не хочу травиться вот этой ерундой всей возрасте друзья дина не любит котами дружить с мучей вот единственная кошка которая нам повезло так курицы уже спать легли тоже все в порядке у них посмотрите вот здесь какая слива эти вот она тоже не брызганая есть хорошие сливки такие а есть вот такие немножко уже с червячками можно выбрать так вот посмотрите сколько ее много просто она здесь висит гроздьями друзья гроздьями вот я про это говорю диночка на на будешь такую будешь ягодку не хочешь яичко хочет но сейчас я ей дам вот короче работа у меня здесь просто море друзья просто море это просто сумасшедший дом какой-то вот еще жимолось кстати есть ничего себе смотрите а нет это уже не жимолось она отошла все таки да хотя нет смотрите еще можно поесть вот она ягодка висит ну поискать можно вот там я вижу еще там у меня кусты жимолости так крыжовник кстати в этом году прижился растет назначил а здесь мне что творится это просто жизнь просто же есть вот это все тыква здесь березки жимолость вот это все надо вырывать траву но она у меня пойдет себя в дело она пойдет вся кулица вся курица вот крапиву тоже надо сушить для курицы она тоже вся в дело пойдет не пугайтесь у меня все идет в дело вообще все даже вот эта пшеница пойдет дело здесь диоды и мало я тоже оборву и курицам выкинуть да интересно просто интересно а здесь у нас у . опять на яйцах сидит дина тихо 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 не мешаем а не мешая не пугай посмотрите она в этот раз здесь легла на яйца здесь прохладненько около двери такой травку кушают они ну я им тут насыпаю еды разные все сидим и не будем тебе беспокоить не будем не бойся в общем без меня тут дела стоять вот смотрите просто конечно жесть укропчиком море тут можно его тоже заготавливать и все дело с ним свекла у нас все друзья все есть по углам везде а помидоры я говорю вот вообще в каждому просто в каждом это невероятно это садим их но будет много гостей в этом году родственников поэтому они будут есть вот эти кстати уже краснеет это у нас волгоградец очень хорошие помидоры очень такие они живучие жиры не боятся туда же топинамбур у нас вырос гигантский я уезжал он был вот такой маленький просто малюсенький представьте вот такой вот от земли чуть-чуть а теперь смотрите до половины меня вырос это ужас его надо рвать корни у него вкусный полезно надо рвать в общем полная катастрофа друзья засада мне придется сейчас пахать пахать здесь просто невероятными темпами цветы какие-то вот на подходе холста разрослась юбкой интересно очень интересно ладно будем работать всем удачи счастья как всегда василий в деле в теме приехал голубицкую надо как бы вопросы ваши снимать просьбы и тут надо пахать я был за немножко конечно в ужасе нахожусь от предстоящей работы хотя я уехал друзья поверьте мне у меня было все на огороде четенько за 10 дней но получается даже не 10 дней чуть больше такие изменения это просто жесть я конечно просто в шоке тут мне одна зрительница писала василий давайте поменяемся в москву едете в отпуск а я к вам сюда там на пару недель чтобы дети по полоте поучились там по ухаживать растений дорогая зрительница приезжайте прямо сейчас я вас очень прошла я подожду вас два дня чтобы уж тут поучили детей как на огороде работать ладно всем удачи друзья счастья до свидания все хорошо в общем у нас есть голубицкой очень хорошо красиво птички поют на свидание у нас есть голубицкой очень хорошо